Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. В Швеции не ожидали от России закрытия шведского генконсульства в Санкт-Петербурге, но решение принято. Многие говорили, что после Финляндии российские ответные меры коснутся Швеции и те, кто утверждал, что мы просто промолчим, как всегда глубоко заблуждались. Помимо сокращения торгово-экономического сотрудничества, в Швеции решили еще оказать давление на дипломатическом уровне и выслали наших дипломатов, получив за это вполне заслуженный ответ. Да вот только российский ответ оказался гораздо мощнее, ведь Швеция выслала пять дипломатов, а в ответ Россия тоже объявила персонами Нонграда пять шведских дипломатических работников. Да еще и принято решение полностью закрыть шведское генеральное консульство в Санкт-Петербурге, но и это еще не все. Шведской стороне объявлено, что Россия закрывает свое генеральное консульство в Гетеборге, и я уверен, что это поддержит любой, кто не видит смысла зря содержать объекты в тех странах. От дипломатических отношений, с которыми нет никакого толка. Конечно, это будет очень неудобно для шведов, ведь закрытое шведское генконсульство в Санкт-Петербург находилось ближе, чем посольство в Москве, но теперь им придется ездить в столицу для решения консульских вопросов. Таким образом, Швеция выслала всего пять дипломатов, а в ответ высланы пять шведских дипломатов и закрытое генконсульство Швеции в Санкт-Петербурге, а также российское генконсульство в Гетеборге. Такой ответ удивил шведов, там не рассчитывали на решительные шаги, но это только начало, в будущем ответные решения могут стать еще более жесткими. Напомню, товароборот между Россией и Швецией по сути мизерно и ранее составлял всего 3 миллиарда евро. Швеции от России было нужно лишь энергосырье, минеральные продукты, металлы и древесина, поэтому сокращая торговлю наша страна ничего не потеряла, ведь ресурсы можно продавать в другие страны. А вот Швеция по таким ценам сырье уже нигде не купит. Кстати, в Швеции за всю свою историю смогли обеспечить газификацию страны всего на 1%, тогда как в России газификация составляет 72%. Получается, России не нужно шведское генеральное консульство в Санкт-Петербурге, иначе бы его не стали закрывать с 1 сентября, и такой ответ, умноженный в несколько раз, можно считать достаточно демонстративным. Когда приходится слышать о желании конфискации имущества у ряда граждан, которые пытались обойти законодательство, то хочется сказать, что данный метод уже успешно применяется и получены весьма ощутимые результаты. В России в настоящее время уделяется особое внимание пресечению деятельности коррупционеров, и как только они попадают в поле зрения прокуратуры, с ними не церемонятся и можно сказать, что конфискация имущества им обеспечена со стопроцентной гарантией, ведь в России теперь электронные реестры и новая система контроля, и это в значительной степени облегчает поиск провинившихся. Ну вот, давайте посмотрим на результаты. Прокуратура обратила в доход государства 7-5 тысяч объектов имущества на общую сумму свыше 90 миллиардов рублей. Вы представляете, что это означает? Теперь помогать тем, кто хочет обойти закон, не каждый рискнет, и когда понимаешь, что могут конфисковать все, что нажито не по сильным трудам, то желание очень сильно пропадает. Можете даже не сомневаться. Зато в 1990-х годах было совсем по-другому, и это время запомнилось нам как очень нехороший период. Ставьте лайк, если бы тоже так отвечали. В России ряд компаний перестали направлять все силы для того, чтобы снабжать Европу и другие страны важными товарами. Лично для меня очевидно, что новая экономическая концепция оставляет в стороне наивность и ставит прагматизм во главе угла. Намерение всем понравиться за бочку нефти безвозвратно осталось в прошлом. Такая модель показала свою вторичность и неэффективность, но была необходима для переходного периода. Постоянное стремление присвоить российские коммерческие грузы дополнилось намеренным созданием трудностей с банковскими транзакциями. Канада тоже присоединилась к этой линии и теперь получает первые неутешительные результаты. Торговля между нашими странами сведена к нулю, а значит они больше не могут выкачивать наши ресурсы. Хотя это далеко не самые главные последствия. Нужно признать, что товароборот всего 2 миллиарда долларов в денежном выражении – это не самый большой профит. Понятное дело, что им от нас нужны были одни лишь ископаемые. Канадским компаниям принадлежали серьезные активы в нашей металлурге, в том числе в золотодобывающей отрасли и в других сферах экономики. Лишившись всего одного завода автокомпонентов «Магна» в России, канадцы списали почти 40 миллиардов рублей убытка. Представляете, сколько еще такого будет? Посмотрев на экспортный список, можно увидеть привычные группы товаров – металлы, полуфабрикаты для химического производства, нефть, удобрения. Очевидно, что для России продавать сырье в другие страны гораздо проще, чем Канаде найти недорогие товары на стороне, чтобы заменить наши объемы. Но самое главное – они потеряли российский рынок, а это не менее важно. Я бы не стал называть торговлю между нашими странами архиважной, она составляет всего 0-1% в общем зачете. В любом случае, мы находимся однозначно в более выгодной ситуации. К тому же, раньше наше сырье попадало в Канаду почти бесплатно из-за обязательств, взятых на себя некоторыми российскими владельцами, чтобы у них кораблик и ветхий сарай в Лондоне не конфисковали. Теперь эта схема больше не работает. Что Канада покупает в России? Химическая продукция – 45%. Металлы – 24%. Нефть, минеральные продукты – 13%. Древесина – 10%. Продовольствие – 5%. Россия в ответ на санкции просто перекрыла поставки в Канаду, никто не хочет, чтобы у него отобрали грузовое судно вместе с содержимым. Теперь в РФ принципиально не будут создавать благоприятные условия для компаний из некоторых стран, чтобы максимально лишить их возможности обогащаться в нашей стране. Вот поэтому в России и свели к нулю торговлю. В Канаде специально создают серые обходные схемы для почти бесплатного отъема ископаемых, но вся эта оказалась не работающей, никто им ничего не везет. А теперь давайте подумаем, могли ли в Канаде получать российское сырье через британские и американские фирмы? На это как раз и была основная ставка, но все оказалось гораздо сложнее и в итоге хитрецы все скопом остались у знаменитого пушкинского разбитого корыта. Для этого в России заботливо запретили иностранцам владеть активами в нефтегазовой отрасли, чтобы зарубежные управляющие не принимали решения в интересах чужих государств. Отныне в Канаду из России не повезут товары просто из принципа, что Канада продавала России. Оборудование, машины – 46%. Изделия химической промышленности – 32%. Изделия из металлов – 10%. Готовые продовольственные товары – 10%. Великолепный метод рисовать графики, что все нормально, при этом заметно ухудшая условия в самых разных социальных сферах – это давняя традиция Евросоюза. Теперь в счастливой Финляндии люди не могут поверить в свое счастье и требуют от власти прислушаться к их мнению. Как только эта страна лишилась доступа к недорогим российским ресурсам, предприятия вдруг повсеместно стали снижать объемы работы и закрываться, а это в свою очередь вызвало волну сокращений по всей Финляндии. Вместо того, чтобы сохранять нейтралитет, там вдруг решили встроиться в систему давления и результат не заставил себя долго ждать. Финские профсоюзы выводят рабочих, массового сокращения и ухудшения условий труда, они требуют от власти сделать все, чтобы сохранить прежний уровень достатка, но это уже нереально. Руководители трудовых коллективов в промышленности, транспортной и строительной сфере, структуры ресторанов и отелей, учителя и даже работники культуры не могут понять, на каком основании в стране происходит сокращение и требуют от правительства остановить реформы, которые ухудшают жизнь сотен тысяч финнов. Мало того, там заметно упрощается процедура увольнения и усложняется система выписки больничных листов. Какие же они счастливы, если фили-курицы там стоят 1500 рублей за килограмм и слишком маленькие зарплаты? Без российских туристов профильная отрасль переживает сложнейшее время. Из Европы никто не едет на север, чтобы отдыхать в лесу и париться в бане, поэтому владельцы отелей и кафе остались без заказов и не могут оплачивать непомерно возросшую аренду. В телерадиовещательной компании Эле говорят, что это будут длиться по всей Финляндии и организаторам вывода людей на улицу выступает Центральное объединение профсоюзов. Конечно, два года назад никто бы там не поверил, что в результате вдруг возникшей продовольственной инфляции и остановки предприятий они будут требовать нечто подобное. Но что поделать, это теперь новая европейская реальность. Когда кто-то из комментаторов говорит о том, как там у них все замечательно, становится даже смешно от таких фантазий. А вот финские рабочие почему-то так не думают. Что-то мне подсказывает, что их просто проигнорируют, ведь в Европе не принято думать о людях. Ну что, пошла жара, а ведь это только начало. Я не понимаю, зачем придумали называть Финляндию самой счастливой, если там до сих пор большинство частного сектора используют печное отопление.